Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Хочу вам показать, как я выбираю ноутбук для программирования для начинающих. Именно тот самый первый ноутбук, который вы хотите купить, когда только начинаете заниматься программированием. На что я обращаю внимание и где делаю приоритеты. Итак, если вам нравятся такие видео, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких видео будет больше. Давайте приступим. Конечно, переходим в раздел Яндекс.Маркета. Именно здесь удобнее всего подбирать ноутбуки по параметрам. Берем раздел Ноутбуки. Конечно, ноутбуков очень много. Смотрите, и цена у них очень большая. Есть поменьше, есть подороже, есть совсем дорогие ноутбуки, есть совсем дешевые. Давайте я вам покажу, на что первое я обращаю внимание. Итак, смотрите, с правой стороны есть фильтр. Листаем правее. Первое, что я выбираю и является для меня приоритетом, это наличие SSD диска. Именно SSD диск ускоряет ваш ноутбук даже со слабым процессором многократно. Итак, листаем ниже. Ищем SSD диски. Конфигурация накопителей. Выбираю SSD. Так. После того, как мы с вами выбрали SSD диск, теперь необходимо определиться с нашим процессором. Их очень много. Смотрите, линейка процессора. Берем показать все. AMD, A4, A6, A9, Ryzen, Celeron, Core, i5, i7, A9, ну и Pentium, Xeon. То есть процессоров очень много. Для того, чтобы с ними определиться, какой же из них лучше выбрать, можно посмотреть на их характеристики и посравнивать их скорость. Лично для меня показалось, что на текущий момент самая оптимальная цена качества это Ryzen 5. Вот такие процессоры. Ставим галочку на Ryzen 5. Конечно, если вы хотите выбрать другой процессор, то вы можете легко это сделать с помощью простого сравнения. Давайте поставим галочку, например, и Ryzen 7, и поставим галочку Intel Core i5 и i7. То есть четыре процессора мы с вами выберем. Так, хорошо. Давайте я вам покажу, как легко сравнить, например, процессоры на вот этих двух ноутбуках. На одном Ryzen 7 4700U, а на другом Ryzen 5 3500U. Копируем, например, название этого процессора Ryzen 7 4700U и будем сравнивать его с Ryzen 5 3500U. В новой закладке пишем Ryzen 7 4700U vs Ryzen 5 3500U. И, например, открываем второй сайт NanoReview для того, чтобы сравнить их по скорости. Можно смотреть обзор. И вот уже первые цифры. Смотрите, рейтинг в тестах, использующих одно ядро. Здесь 80, здесь 57. То есть скорость на 50% почти выше. Где задействованы все ядра? Смотрите, почти на 50% больше. Плюс 33%, плюс 76%. А здесь, смотрите, даже дает аж двухкратный прирост. То есть таким образом вы легко можете понять, насколько этот процессор быстрее другого процессора. Так, количество ядер, количество потоков. Ну и, соответственно, мы получаем с вами соответствующий результат. Поэтому и цена вот этих двух ноутбуков, конечно, будет отличаться из-за того, что здесь процессор более быстрый. Таким же образом можно сравнить вот этот процессор с процессором i7. Предположим, давайте мы с вами оставим процессор i7 и оставим процессор Ryzen 7. Так, смотрите, ноутбук за 171 тысячу, но это понятно, Apple MacBook. Давайте мы с вами посмотрим чуть подешевле. Вот, смотрите, давайте мы с вами возьмем вот такой ноутбук i7-1065G7 и процессор Ryzen 7 4800H. Копируем этот процессор. И в новой закладке мы сравним этот процессор с i7-1065G7. Так и пишем VS, i7-1065G7. Нажимаем Enter. Открываем снова сайт NanoReview и смотрим разницу в их скорости. Итак, смотрите, вот здесь примерно похожее, а вот здесь, конечно, Ryzen 7 очень сильно обгоняет наш Core i7. Смотрите, в два раза. Листаем ниже. Так, причины выбрать только по питанию i7, да? А AMD Ryzen 7, смотрите, сразу показывает, насколько круче. То есть у нас с вами получается, что Ryzen обгоняет, смотрите, на 152% в многоядерном режиме. А в многоядерном на пасмарке обгоняет больше, чем в два раза. Круто! То есть, простое такое сравнение позволяет вам сделать выбор между вот этим ноутбуком и вот этим. Цена этих двух ноутбуков отличается незначительно на 10 тысяч всего, да? Мы только пока что рассматриваем процессор. Но скорость вот этого ноутбука в два раза выше, чем вот этого ноутбука. То есть тут можно сразу делать соответствующий вывод, что буквально 10 тысяч, эта цена теряется в стоимости вот этого ноутбука, но у вас скорость процессора в два раза больше. Просто классно! Итак, давайте мы с вами для начинающих возьмем другие цены все-таки. Возьмем Ryzen 5. Процессор Ryzen 5. Так, Ryzen 5, Ryzen 7 убираем. Intel Core i7 снимем тоже галочку. Оставим только процессор Ryzen 5. На текущий момент, мне кажется, это самая оптимальная цена-качество. Теперь давайте мы с вами перейдем к следующему выбору. У нас с вами есть SSD диск и есть процессор. Теперь нам необходимо с вами определиться с фирмой, которую мы с вами выберем. Конечно, мы с вами должны выбрать разрешение экрана не ниже, чем 1920 на 1080. Если мы с вами поставим галочку 2560 на 1600, смотрите, то у нас с вами будет всего одно предложение. Но экран в этом ноутбуке очень маленький, всего 13 дюймов. Поэтому нам с вами он не подойдет. Давайте мы снимем это разрешение и установим, что размер экрана у нас все-таки с вами должен быть соответствующий. Иначе код писать будет довольно трудно. Так, выбираем экран. Например, 15 дюймов. Вот так вот. 15-15.9. 17 дюймов это уже, конечно, больше к игровому ноутбуку. И поэтому этот ноутбук, конечно, будет и тяжелее. Итак, смотрим. 15 дюймов, SSD и процессор Ryzen 5. Так, хорошо. Давайте посмотрим с вами, отсортируем их по цене. Давайте я Acer рассматривать не буду, потому что по моей практике корпуса у ноутбука Acer мне пару раз попались хрупкими. Поэтому я его пока что пропущу. Так, Hewlett Packard. Очень хорошее качество сборки. Мне нравится. Поэтому мы с вами будем рассматривать Hewlett Packard и Lenovo. Вот эти две фирмы. Так, давайте тогда мы с вами оставим Hewlett Packard и оставим Lenovo. Вот эти две фирмы. MC тоже хорошая фирма. Так же, как и Asus. Но пока что мы с вами будем рассматривать вот эти две фирмы. Hewlett Packard и Lenovo. Здесь самое классное сочетание цены и качества. По крайней мере, из моего опыта. Если у вас опыт показывает другое, то пишите об этом под видео в комментариях. Итак, первый у нас с вами вот такой вот Hewlett Packard. Такой там, 15-6 дюймов. И давайте посмотрим, что у нас с вами еще есть. Его откроем в новой вкладке. Правая кнопка открыть в новой вкладке. Вот сюда вот. Листаем ниже. Вот такой вот ноутбук. Здесь у нас с вами 4 гига, а здесь у нас 8 гигов. Поэтому пока что этот ноутбук пропускаем. Все-таки памяти хочется побольше. Так, вот такой ноутбук можно рассмотреть. Lenovo IdeaPad L340. Давайте мы с вами его откроем в новой вкладке. Посмотрим еще пониже. Вот этот классный ноутбук, смотрите, 44 тысячи стоит. Давайте мы его с вами откроем в новой вкладке. И еще один Hewlett Packard откроем тоже и посмотрим. Вот, смотрите, вот такой вот 512 гигабайт SSD. Открываем тоже в новой вкладке его. Теперь давайте посмотрим, какой из них можно выбрать. То есть, в принципе, у них цена примерно одинаковая. 40 с копейками тысячи. Так, это 50 тысяч. По ценам отсортируем. И тоже 44 тысячи. То есть, цены у этих ноутбуков примерно похожи. Давайте возьмем их характеристики. Смотрите, первый и второй отличаются только тем, что здесь 512 гигабайт SSD. А здесь 256. Без лицензии на Windows. То есть, у вас будет черный экран и белый текст. Вам необходимо будет самим установить сюда винду. Так как цена отличается всего, можно сказать, на 2512 гигабайт SSD. Вот этот ноутбук лучше на порядок, чем вот этот. Давайте тогда мы оставим вот этот ноутбук. Смотрим теперь Lenovo. Этот и этот. Чем отличаются? Смотрите, да ничем не отличаются, да? И здесь, и здесь DOS. Все те же самые параметры. Поэтому вот этот давайте мы с вами закроем. Итак, смотрим этот ноутбук и этот ноутбук. Здесь 512 гигабайт SSD, а здесь у нас с вами 256. Смотрим цены. Итак, самая низкая цена у нас здесь 42 900, а здесь у нас самая низкая цена, смотрим, 44. То есть, разница буквально опять так же в 2000, и вы получаете 512 гигабайт SSD. Вот это, конечно, выглядит немножко более привлекательней, чем вот этот вот. Но, все зависит от того, сколько вы готовы заплатить. Поэтому давайте мы тоже посмотрим 512 гигабайт на Lenovo. Так, идем сюда. Вот Lenovo 512 гигабайт тоже. Смотрите, два предложения всего. И 46 тысяч от 45 970. Также DVD нет, та же самая видеокарта, тот же самый процессор и также DOS. То есть, этот ноутбук будет такой же, как вот этот от Hulte Packard. Только разница в цене на 2000. Конечно, нужно смотреть на ту фирму, которая вам предлагает купить ноутбук. Это может быть фирма NoName, которой доверять опасно. А может быть фирма с хорошим именем. Здесь вам нужно сделать выбор уже самостоятельно. Смотрите всегда на отзывы. Потому что отзывы показывают в большинстве случаев именно правдивую ситуацию с этой фирмой. То есть, в принципе, вот эти два ноутбука, которые вы можете купить. Либо этот, либо этот. Они примерно будут хорошие. Но помните, что здесь находится DOS. То есть, вам необходимо будет самостоятельно установить сюда Windows. Для того, чтобы такого не делать, вы можете вернуться сюда и, конечно, поставить галочку, что вам нужно. Давайте снимем галочку размер экрана. И поставим, что нам необходимо с вами Windows. Листаем ниже. Ищем Windows 10. Home. Можно также Pro. Но с Pro будет дороже. Итак, смотрите. У нас с вами появилась куча предложений, которые содержат в себе и лицензию на Windows. Смотрим. 14 дюймов экран. Маленький экран. Вот Hewlett Packard с Windows 10. Смотрите. Windows 10 Pro. Круто. Roderion Vega 8. Вот это хорошее предложение. Давайте мы его откроем в новой вкладке. Так. И теперь Lenovo посмотрим. Похожее предложение. Вот оно оно. IdeaPad. Так. Здесь разрешение экрана маленькое. Нам необходимо больше. Листаем ниже. Вот эту посмотрим. Вот. Смотрите. Вот это уже нормально. С Windows 10 Pro. Но от 48 тысяч. Зато с лицензией Windows. Тут вам необходимо сделать самому выбор. Хотите вы сами научиться ставить Windows 10? Покупать, конечно, его необходимо. Да? Либо купить сразу ноутбук. Сразу с Windows 10. Цены. По цене. От 48 тысяч. С Windows 10. Такой же ноутбук, но без винды. 44 тысячи. Цены. По цене. От 42 900. То есть разница в цене всего 5 тысяч. А лицензия в районе 10 тысяч стоит. Поэтому лучше покупать сразу с лицензией на Windows. Здесь 46. Здесь 48. Хьюлит Паккарт опять немножко выигрывает наш Lenovo. Смотрите, как странно стало. Обычно Хьюлит Паккарт был немножко дороже Lenovo. Но теперь он немножко в цене меньше, чем Lenovo. Очень интересно. Итак. Выбирайте вот такие модели. И не прогадаете с вашим выбором. Будет работать все качественно и хорошо. А с виндой или не с виндой, решайте сами. Хотите обучиться устанавливать винду, устанавливайте платную версию винды. Не хотите, берите с Windows 10. Итак, я вам показал, как я выбираю ноутбук для программирования для начинающих. Именно тот самый первый ноутбук, который я советую купить, когда вы только начинаете программировать. Для того, чтобы ваша система была довольно быстрой. Конечно, вы сами должны определить, покупать вам ноутбук с Windows или без. Если без Windows, вам придется научиться устанавливать Windows на ваш ноутбук. И, конечно, покупать лицензию. Если вы покупаете ноутбук сразу с лицензией Windows, то вы экономите, потому что вы получаете ее со скидкой. А так вам придется покупать за большие деньги. Здесь вам придется делать выбор самостоятельно. Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких уроков будет больше. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok